Когда в горах и лесах горного Крыма ещё лежит последний зимний снег, на оттаившей земле местами появляются необычные цветы, похожие на маленькие тюльпаны, фиолетово-лилового цвета с жёлтой серединкой, пушистым стебельком и пушистыми же листьями. Это очень интересно и загадочное растение называется прострел или сон трава. Говорят, у всех цветов есть мать, а вот у сон травы – мачеха. Она-то и выгоняет цветок из земли, заставляя цвести раньше других. Сон травой связано много поверий, легенд и сказаний. Сон траву иногда именуют прострелом. Легенда гласит, что давным-давно у цветка были красивые, большие и широкие листья. Листья имели такой внушительный размер, что за ними легко прятался изгнанный из рая сатана. Бдительный архангел Михаил решил выгнать сатану из укрытия, метнув цветок громовые молнии. С тех пор листья сон травы остались простреленными, рассечёнными на множество тончайших долек, а всякая нечисть обходит цветок стороной. И по народным поверьям прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, то оградишь себя от злых козней и несчастий. Название сон трава также имеет древние корни. Свойство нагонять сон подмечено древними травниками и знахарями, что отразилось в эпосах и преданиях разных народов. Сон трава, согласно народной мудрости, обладает свойством предсказывать будущее и даже исполнять желания. Если положить под подушку на ночь цветок сон травы, сорванный рано утром, то приснится вещий сон. Собирать сон траву нужно только со светлыми мыслями и думать о заветном, тогда желание сбудется. Эти многолетние травянистые растения семейства Лютиковых занесены в Красную книгу.